МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Это ВПРОК. Программа, которая всегда готова подставить плечо и протянуть руку помощи потребителю, который собрался сдать белье в прачечном, обнаружил, что ему продали брак, или отправился на базар за елкой. Объявления в прачечных гласят, претензии из дома не принимают. Но на самом деле правила бытового обслуживания позволяют вернуть недостиранное белье даже через полгода. Но кому охота носить белье туда-сюда? Наш корреспондент Марина Петухова решила отыскать в Москве прачечную, которая истирает нашу. Пять белоснежных салфеток попали в лабораторию, где безупречная репутация была запятнанными кетчупом и губной помадой. Это хлопчатобумажная салфетка, от которой практически все пятна можно отвести с использованием различно, как делается. Запачканные белоснежки разошлись по прачечной, а одна доверилась домашней стиральной машине. Эталон белизной ткани 95 единиц. Дальше всех от идеала оказалась пилигентка прачечной Владыкина, что на Рогуновской улице. Салфетка вернулась с пожелтевшим липком. Ее чистоту оценили в 79 единиц. Салфетка из конторы Аква на Университетском проспекте состарилась, стала серой, а загубленной молодости напоминали следы губной помады. Прачечная фирмы «Кристалл» на Варшавском шоссе отбеливателя не пожалела. Результат 83 единицы. Но на салфетке красовали два пятна. Старое от губной помады и новое, неизвестное происхождение. То есть таким пятном исправленное белье, конечно, из прачечной такое белье не забирают. Самой чистой и медлепятной вышла салфетка из прачечной Фафра с Вишниковской улицы. Белесна 85 единиц. У нее, в общем-то, приличный вид. Ну, на ресторан не пяти звезд, но на две там сойдет. А хлопчатобумажная клиентка, которая предпочла домах, салфетку стала чистой безо всяких отбеливателей. 84 единицы. Салфетки из прачечных Аква, Владыкина и Кристалл придется перестировать. А вот Фафра на Вишниковской улице поработала на совесть. Не хуже домашней стиральной машины. И только погладить салфетки ни одна прачечная как следует не сумела. Все салфеточки деформированы. Это процесс глазения. То есть не квалифицированы, неаккуратно проведен процесс глазения. Загадка. Что общего между электромясорубкой, телевизором и холодильником? Разгадка. Все эти приборы могут сломаться. А что общего между хозяевами бракованных аппаратов? Разгадка. Все они могут судиться. С кем? Об этом на следующий сюжет. Починить сломавшийся телевизор иногда дороже, чем купить новый. Именно видный покупатель требует гарантии бесплатного ремонта. Обычно продавцы обещают бесплатное гарантийное обслуживание в течение одного года-двух. Иногда дается даже двойная гарантия производителя и продавца. Но в законе о защите прав потребителя понятие «двойная гарантия» отсутствует. Самая главная гарантия по закону от производителя. Произвел на свет прибор? Отвечай. Отсчет гарантийного срока начинается с момента покупки товара. Даже если в коробку не вложили гарантийный талон, потребитель имеет право в течение шести месяцев предъявить претензии по качеству товара. Гарантия продавца всегда устанавливается либо сверх гарантийного срока, установленного производителем, либо, если производителем этот срок не установлен, начиная, так сказать, после шести месяцев с момента покупки. Один вид гарантии ни в коем случае не накладывается на другой. Если продавец дает свою гарантию, то она дополняет гарантию производителя. Сначала кончается гарантийный срок производителя, и только потом начинается гарантийный срок продавца. Главное – сохранить чек. Гарантийный талон действительно только при наличии кассового ордера, то есть чека. Ни один сервисный центр фирменный не будет обслуживать вас без этого самого чека. То есть, если вы купили на рынке, здесь нам чек никто не даст. Право на гарантийный ремонт дает или товарный чек, или технический паспорт на изделие со штампом продавца. А отсутствие гарантийного талона не смертельно. Сейчас я скажу жуткую вещь. В законе о защите прав потребителей понятия гарантийный талон не существует вообще. Закон говорит, что все требования потребителя должны осуществляться при наличии товарного или кассового чека, подтверждающего факт покупки данного товара. Либо, если это технически сложные изделия, при наличии технического паспорта, на котором, естественно, стоит штамп торгующей организации. Все. С такими документами можно без всякого гарантийного талона в течение полугода предъявить претензии либо магазину, продавшему товар, либо фирме, которая его произвела. Почтенные и могучие 60-летние елки под Новый год место в Кремле. В 45-летке гарантирован праздничный пост на городской площади. 18-летнюю елку срубают, чтобы установить в детском саду или в школе. Десятилетнюю для семейных паркетов. Материал Валерии Бойко о том, как выбрать елочку-десятилетку и не наколоться. Да. Да, все, выезжаем. Выбрать елку, как и невесту, дело мудреное. Первую голову с вату полагается все отделиться в елку. Зеленая молотка должна быть в теле. 3 кг для полутораметровой елочки – это не вес, а горькие слезы. Болела, значит, недоедала. 5 кг при том же росте – норма. 7-килограммовая невеста в самом саду. Ладная, пушистая, душистая. Приглянувшуюся елку нужно ощупать, как следует. Талия в обхвате должна быть не меньше 6 см. Кудосочный ствол – опять же признак болезни. Следом красавицу надо ласково потрепать по макушке. Порядочная, но иголка не поведет. Та, что роняет елочью красу на базаре, дома вника простоволосится. До первой ночи не простая. Забирают невесту из лесков за питомника. Не абы когда – в теплый день. Лучшая погода для расставания с корнем – 5-7 градусов ниже муна. Если снять елочку в критические морозные дни, она в мигом доме зачахнет. Ответственный жених-покупатель три недели перед свадьбой ведет температурный календарь. А на базаре интересуется, когда елка срублена. Поверить на слово продавцу поможет паспорт качества. В нем всегда точно указан роковой день. Без паспортных молодых оптовики в лесхозе не берут. Они согласовывают качество этих молодых елок. Плохие елки мы оптовым покупателям не отпускаем, потому что при загрузке каждой машины в Москву они пишут протокол качества молодых елок. Все плохие елки отбрасываются, остаются на плантации. Если елка собралась на свадьбу без паспорта, значит она ущербна, родным питомникам заворкована. Или умыкнул ее из лесу в ракомер. Елка-красавица срублена в теплый день. Весит не меньше пяти килограмм при росте по параметру. Серединка ствола в обхвате шесть сантиметров. Погладишь, хвой не сбрасывай. И документы всегда принят. Малую елку выбрать. Надо еще установить по науке. Установкой елки в квартире прорка льмется завтра. О других планах программы на ближайшее будущее пользователи интернет могут узнать, набрав электронный адрес нашего партнера.